Сейчас в нашей стране действуют диалоговые площадки, белорусы обсуждают, как жить дальше, свое видение. Вот может быть у вас уже есть какое-то свое промежуточное мнение о том, действительно ли полезны подобные инициативы? И как вообще вы находите подобную форму взаимодействия? Алена, я нахожу ее как очень полезную, потому что сам был инициатором. И я был сторонником, тут знаете, некоторые начали очень активно работать, и все начали работать наверху. Где-то там в парламенте еще, где-то в Минске. Поэтому я предложил, давайте туда, пусть губернаторы в областях, ниже опустим эти диалоговые площадки, чтобы люди не просто поговорили, а внести свои предложения, а мы почувствовали, чем живет народ. Все, вот надо Конституция, Конституция, да не вопрос, мы над ней работаем два года. Я говорил, что два варианта Конституции проекта, я их просто отклонил, потому что они были слишком мягкими. Они не отвечали запросам, ну скажем так, передовой части нашего общества, куда и вы входите. И я предложил, чтобы более радикальные были изменения. И мы подошли к третьему варианту. Слушайте, никакой Путин, никакая Россия, меня не толкали к этому. Вот прямой ответ на этот вопрос, что мы уже работаем три или четыре года над новой Конституцией. Кто нас куда толкал? Наоборот, я президенту Путину рассказал об этой работе. Люди живут своей жизнью, люди все хотят обсудить. И мы сейчас формируем вот этот план дальнейших наших действий и собираем всю эту информацию. И когда мы ее соберем, ко Всебелорусскому народному собранию, осталось же всего там пару месяцев, наметки должны уже быть нового проекта Конституции. Конституцию, как я сказал, в СИЗО и на улице не напишешь. Конституцию должны творить. Это сложнейший документ, который должны сотворить специалисты. Но специалистам нужен заказ от нашего общества. А заказ – это те проблемы, которые мы поднимем снизу. И таким образом мы вовлекаем миллионы людей не только в обсуждение, будущее обсуждение Конституции, но и формирование ее, написание фактически. Поэтому это величайшее наше достояние и опыт наш создания вот этих диалоговых площадок.